Здесь коровки гуляют, а мы едем, Таня показывает озеро. Летом не удалось побывать искупаться, здесь комары тут раз были, меня сожрали просто они. Поэтому сейчас покажем вам. Народ искупается. Шашлыки там лежали даже, да? Нет. Нет, нельзя лежать, да? Тут чисто. Нет, ну в общем можно, но как-то особо не нужно. Танюр гулять покажу. Ну вот так получается, смотрите здесь, вот, край поселка, что-то как раз завозили мебель в крайний там, второй домик, а вот, в озеро. Таня, какое происхождение вообще его, ключи там или дождевая? Да, оно скорее всего с болот и ключи бьют. С болот, да? Ручки с болот, короче, и ключи. Погу соврать, конечно. Ну, примерно так все равно, понимаем. Ух ты, после бани здесь классно, как разбежался и нырнул. Гляньте, вода какая чистейшая просто. Ну, по традиции, надо будет помыться. Попробую на вкус. У меня жвачка, правда, портит вкус. Ну, прикольно. Заодно помолимся. За всех наших парней, кто нависло. За васюганских парней. Заодно помянем, кто погиб. В таком месте красивом, смотрите. Вода холодненькая, хорошая. Смотрите, как вообще реально. Это круче, чем озеро Лица в Абхазии. Сто процентов, говорю. Сейчас спотаю так. Вот так спотаю. Тесанас, смотрите-ка. Листочки плывут. Солнышко. Люди добрые. Здесь живут. Классно. Самолетик пролетел. Смотрите, какие желтые там есть. Это, походу, лиственница. Вот там дома. Смотрите, у людей какая-то там прям эта. Беседка. Походу, даже она крытая. Зимой можно пользоваться. Сейчас у Тани спрошу. Круто. А это вообще как нырялка сделана. Прошу, Таня. Кстати, смотрите, мох. Такого не видел еще, что на озере был мох. Коровки подходят. Водички попьют. В раю живут. Таня, это что, нырялка сделана? Плита? Да. Там нормально, можно с ней нырять, да? Да. Классно. Давайте пройдем, посмотрим. По маленькому на грузовике разгружаемся. Мебель развозим людям. Смотрите, песочек. О, песок классный. Смотрите, свежий. Ага. Ух ты, гляньте. Кутка маленько замырал. Вот такая досочка. Маленько опасная. О, класс, смотрите. Блин, туда в чистое озеро. Блядь. Крутяк. Тут надо баню, короче, баню-бочку поставить на берегу. Кто-нибудь, ребята, поставьте, я буду приезжать купаться. Тысячу рублей, например, на два часа. Я бы сразу все заплатил. Искупался. На карту перевел. А вон там, кстати, эти мостки еще есть. Вообще круть. Круть крутая. А здесь подходил, сейчас я бы был. Тоже плита. Вон еще мостки, смотрите. Крутяк. Ветерок есть такой, но небольшой. Прям что вокруг лес. Эти штуки, я не пойму, что такое. Видел вчера. Смотрите. Кто знает, пишите комментарии. Такое дерево. Красотень. А вот коровки пришли, попили. Смотрите, пьют. Биркованные. Молочко будет вечером. Привет. Сюганские коровки. Смотрите, какие лица у них. Необычная форма. Вон там вообще такая пятнистая, прикольная. Таких вообще коров очень мало. А я вот гербарий сорвал с себя. Сейчас в машине будем встанить ездить и любоваться осенью. А так сейчас фото с коровами, короче. Гербарий такой. Как-то вот так надо. О. Тик. Фотка. Привет, корова. Смотри такая на меня. Как сама, как жизнь молодая. А много ли корову даешь молока? А мы молока не витали пока. Ну вот у нас листочки. А это школа. Школу ни разу вам не показывал, глядите. Короче, было 500 учеников, стало 200. Тоже разъезжает с поселок помаленьку. Уезжают, короче, в Стрижевой в основном. А Стрижевой там дальше уезжают куда-нибудь. По России, скорее всего, может и за границу. В Сомской области много за границу уезжает, я знаю. То есть с Омска самого я имею в виду. Ну, школа вот, крыша хорошая, поменена. Окна пластиковые. Все чистота, порядок, такая дорожка. Магазин школьник рядом еще. Что-то там продукты, да? Ручки, всякие тетрадки еще. Канцелярия. Такой лес красивый. Вон на велико приехали, мишки. Песчаная дорога такая у них прям вообще. Таня говорит, даже ребятишки играют на дорогах в песке. А это интернат старых зданий такой старинный. Вот в Осюган. Едем как раз на озеро Бездонку. Появилось время. Буквально минут 5 заедем. Что, Тань, прямо? Правее, да? Ну, тут есть мамочки. Угуляют. Молодые. Не дует тебе ничего. Сейчас, если что, закрывать, там сама окошко. Окошко нормально. Заодно вот Осюган покажу вам. Какая горка вот интересная есть. Зимой работает это ли? Нет. Не хотят кататься. Вообще, тут классная площадка. Они когда сделали, следили за ней. Классная площадка была. Сейчас добрый дитер. Магаж, да, такой большой? Хозяйственный. Хозяйственный. Налево? Налево можно. По песочку поворачиваем. Идя по песочке. Классно. Любой дождь, что, не страшно здесь, да? Ну, практически, да. Не засядешь, короче. Махал бы снивает и все. Ну, проехать можно на иномарке, на любой, да, как бы? Да. То есть, скатывается, все впитывается. Вот колодец, кстати, прикольно, что такое нефть, железный. Журавль. Журавль. У нас куштовки деревянные, тут железные. Потому что здесь же труба. Нефть, там, туда-сюда. Газ. Там, что тут нефть, газ, говорят, ничего не кончается еще пока? Запасы. Каждый год кончается. Я помню, в школе еще учился, это было 40 лет назад. Говорили, через 30 лет кончится уголь. Что-то я не вижу, что кончился его эшелонами пруд. Тем более, через границу. Прямо, да? Вот такой бор. А там что-то, мастерская, что ли, какая-то? Открыли какая-то... Еще домашние пельмени, вареники, калии. Готовы прям? С саморозка. А, с саморозка, да? Да, да. Ну, что домашние, да. Угу. Получка. Такая. А это что такое? Раньше вообще изначально больница была. Ничего себе. Потом вообще жить все. А сейчас больница другая построили? Больница, да, там. 20 лет уже. Как, как, как там? Здесь, здесь. Сейчас налево может быть. Если получится где-то повернуть, конечно. Так, ты сразу же, как этот гид рассказывал, что это за здание. Священное животное. Это священное животное, мы видим, да. А это? Кафе. О, работает сейчас? Ночное. А, ничего себе. Ночное рандеву? Да, типа там. Прямо, прям, может, сплясать в ГПК? Можно. Ага. Классно. Сейчас до упора едем. Такая техника у народу. Здесь вот Митсубиши, еще одна Митсубиши, трактор МТЗ какой-то. Такси наш. Ага. Вот, Тойота. Таксист занимается перевозком людей, да? Такой сад у людей здесь есть. Такой домик есть, обшитый, красивый. Это порт раньше был. Аэропорт, да? Да, когда прям была навигация. А сейчас вообще пустой? Сейчас эти... Метеостанция. Специалисты ездят, да, прямо? Да, у нас эти метео прям наши. Так, это что такое? Общите. Прямо, да, едем? Прямо едем. Прямо едем и упираемся в эти, в озеро. Рабочие, жилое это? Да. Ну, не все, но есть, кто еще живет. Отапливается, да? Печка? Не скажу, по-моему, да, у них печки были. Угу. Вот какой домик, аккуратный тоже. На эту улицу тоже мы никогда не были, не катался. Были? Был, да. Мы летом разгружали здесь с вами. Значит, забыл. Кухню мы разгружали. Ага. И мото-собаку, наверное, мы с вами разгружали. Или вот собак парни, не помнишь, кто привозил. Вроде я не привозил, не помню. Ну, значит, мы с парнями. Парнишки. Ну, вот сюда, в зеленый домик мы кухни разгружали. Ага. Вот такой красивый. Здесь маленькая шебенка подсыпана. Там бугорок для что въехать. Да, разбывается. У нас текает, наверное, песок вниз. Такой пропенели домик. Лук на пластиковые. Прикольно. Садовая девица. Прикольный указатель с дерева. Рябинка растет. Прямо, да, Таня? Угу. Это в тот лес едем, да? Да. О, прикольно. А там перед лесом озеро. Тайга, короче. Это волк вот продается. 50 тысяч долларов стоит. Такая листва прямо вдоль дорог. Все золотое, желтое такое. Ага. Здесь надо будет развернуться. Вот оно, озеро. Там пропитка не будет, может быть. Ага. Пойду погуляюсь. Покажу вам. Домик аккуратно, смотрите. Живут на берегу. Цветочки, хазейки, молодец она. Красотень. Ничего себе, круто в тайге. Крутяк. Ага. Сейчас на трубах вода, что ли, берется. Смотрите. Рай. Куршинка такие. Кулочки. И лес. Сюда я пройду, не пройду. Надо пройду. Хочется здесь погывать еще. Здесь прям мягко, видишь? Мягко. Чура-чура. От змеек-то говорит. Надо баба меня учула. А, сегодня вода пошла уже. Вот и озеро. Сразу Новый год здесь. Смола, смотрите. Ах ты, пасно как. Вот так любишь эти почки. Мужа, кстати, кушать даже. Классно. Пойдем в здоровье. Как жвачка. Ну, солнышко. Красотень. Залезть искупаться, а мог всплыть. Залезть искупаться, а может быть. Куршинка. 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 Да, но мы чуть позже к нему. Ага. Да. Девочка России, мощь. Ну, а кому еще, друзья? Сейчас покажем, как это по реальности происходит. Так. Так. Вот так. Ага. О. Так. Нинок, мы с тобой только большой шарф. Такую красивую кушку привезли. Цена ее 35 тысяч. 160 сантиметров ширина. Такие фасады классные. Очень красивые. Так. Так. Таня, поснимай маленькую улицу. Таня, поснимай маленькую улицу. Таня, поснимай двоем. Таня, поснимай. Вот так. Ой, а ты хочешь поучаствовать, да? Посмотри, как молодежь. Нет, нет. Не так взялась. Не пускайте. А, взяла? Все. Молодежь с характером. Такая красивая столешка, вообще офигенная. Что думаете, Алексей за вас колон не работает? Вы много еще не знаете. Салфан вам надо? Зрителям. Держи. Давай вдвоем. Какая осталась. На солнышке. Красиво. Вот уже пол машины мы разгрузили. Была полная, без ком. Ехал я сюда 4 дня. 4 ночи. Иногда спал даже. Иногда ел раз в день. Все там последнее было? Еще какая-то кухня. Там еще одна кухня у нас. Вот нам бы стулья достать. Смогем. Выключаю. И включила. А стулья тоже им? А-а. По этой же улице сто есть рядышком. Поблины, да? Давай покажем стулья. Такие стулья. Красные. Прикольно. Эко-кожа. Насолушки. Такие ножки. Крепкие каркасные. Ножки тоже блестят. Здесь такие пимбочки. Так. Я приехал вот к земляку как раз. Привет. Да. Напомни имя как твое. Михунов. И имя? Дмитрий Моисеевич. О, Орловский. В Новосюгане живет. Да. Дрова колешь? Да, есть. А можно попробовать расколоть, а? Попробуй. Ты колуном колешь? Тань, поснимай. Кого? А Николай Викторович Шипчин просил заехать тебе. Уже второй раз меня это самое говорил заедь. В прошлый раз не получилось. Я приезжал. В июне был я. Вот. Все как бы это. Бегом. Комары сожрали еще меня здесь вообще. Ну как живешь? Здоровье? Да, помаленьку. Иди, кормили. Ну, здоровье. Напомни сколько лет-то вам? Мне? Ага. Во, молодец. Еще и дрова колешь легкую, да? Ну как уже? Ну-ка. Посмотрим. Нет, нет. Здесь у нас так. Да. Мне интересно. Я не рад. Не, хоть тогда не сучеват убили. Ровненько. Как сучки? Здесь? Сучки. Видишь? Сучки. Да нет, просто у этой нету сучков. Вот. Вот так вроде вот. Ну это пиктарь должна расколоться. Вот. Где-то еще на раз, да? Да. О, запах прикольный какой-то. Это что пикта или что? Да. Пикта, да? О, гляньте. Какие дровишки. Понюхайте. Кто давно уже в городе живет. А я смотрел тут свое видео. Смотрел? В Орловке снимал. Ага. Ну, понравилось? Ей еще. Понравилось? Ну, мне этот, Валентин Альбурда перекинул на телефон. Ага. Ну. Там легкий какой-то. А я его издать не делал. Снегирев, Леня. Он молодой. Он ведь меня принял. Молодой, но еще. Около сорока. Не было их там. Снегирев. Ну, ну. Хорошие люди. Я, кажется, маму знаю. Вот. И жену у них. Ну, по сути там ходил. Купался. Да. Купался в этой реке. Уй. Ну. А потом мне Николай Викторович сказал. Она говорит, моленька была туда правее ближе. Где вот. Они как-то вытекают что ли она. Там лучше, что там купались. Ну, и мне здесь понравилось хорошо. И я просто увидел, как там эта дорожка есть. И искупался. Ну. Не рыбачишь случайно? Ну, ездил тут как-то на мотоцикле. Ага. Ага. Ловил чуваков. Классно. А где? На речке? На речке. Прямо на Васюгане? Да. Ой, круто. Здорово. А щука не идет? Ловит на жернице. А мне нет. Так что, Николай Викторович, делай дорогу. Там осталось маленько сделать. 10 километров, что ли там были. 15. Оторговки. Вот это болото пройти. И как это нет. А мне говорят, знаешь, там осталось, как бы, 10 километров сделать. И в другом месте еще 500 метров вроде как. И все. А ну. И летний будет. А ты знаешь лучше? Зимник. Зимник и 10 километров. Зимник, да? 5 километров. Из-за честного болота. Ага. Трецун. А вы до этого приезжали прямо там? На безеходной технике. На болотне? На болотне? На болтоходе? Не. Гусеничной. Прямо напрямую? С Орловки? Почему? Мы оттуда ходили. С Лерничного? И как? Мосты и строили. Дорогу расширяли. А ты где? В каком месте? Где Игл? От Игл на Орловку. Большак этот царский сайт. От Игла получается в сторону Ровко. Сколько дороги сейчас, например, на такой машине можно проехать? В этом? А в этом там проехать. Только на Ануазике? Ну, там же как, там Передиком, например, как это, там хуже, чем как на Ельнисе. Сколько реально там, какие усилия? 70 километров там еще. Болото самого? Нет, всего, дороги, всего. Есть там дороги всего, да? 5 километров вот этого болота, а так это летом, вот. Ну, понятно. Ну, вообще, если техника, допустим, будет, сколько километров всего нужно, например, сделать? 7 месяц надо делать. 7 месяц надо делать? Да. А остальные сделаны? Чтобы... А сколько сделаны километров, чтобы понимать? Ну, а отсюда вот... Был старый Игл и новый Игл. Вот на новый Игл. Ну, от Иглов до Орловки сколько всего напрямую? Примерно километров. 200? А там вот и осталось вот эти 70 километров. А, это вот 70 там всего, до Орловки, да? То есть отсюда от Васюгана до Иглов доехать можно, правильно? Да. А здесь что, бетонка полностью или как? Да. Потому что я забыл, как бы ты едешь... Бетонка. Зимой же в основном едешь. Бетонка. То есть здесь бетонки. Это сколько до Иглов отсюда, от Васюгана? От Васюгана и, короче... 230? В сторону Пионерного, в сторону Иглов. Где-то километров 90-100 вот так. Ага, и там дальше уже... И там 70. 70 сделать и все, как бы... Ну, а там трудно 70 километров этих делать? Ну, конечно, тогда казахи делали, елкинг. Казахи? Да. С Казахстана, да? От Пионерного суда... А какая технология? Вот болото, например. Что нужно положить на него? Или что, как? Лес ложат. А каким образом? Просто так ложат его? Красняк? Ну, любой. Любой, да? Такие разные. А сколько слой? Один слой? Ну, там валит, затирает. А потом грунт валит. А грунт откуда возили? Ну, грунт. Карьеры делали. Карьеры, да? Карьеры, да. А где возле Иглов копали? Да везде по дороге. Везде. Ну, понятно, что ближе. Как бы подальше от болота, где грунт есть. Да. А грунт здесь какой? Песчаный, да, в основном? Песчаный, глина. Глина тоже есть, да? Потому что здесь в основном, смотри, песок в осюгане. Здесь, здесь, да. А глина глубоко залегает? Ну, глина по разным местам же. По-разному, да? Да. Потом что наложили? Лесо наложили, он уходит вниз от давления, да? Ну, а на лесу вот грунт этот. Ага. Ну, старайся. А грунт-то сколько? Два метра? Да, там шутит до крина. Там идет, он тонет, тонет. Тонет, тонет, да? Ну, представь, если глубина болота там замеряет 9-12 метров. Ну, в среднем, короче, 10 метров глубина. Вот до этого пока не дойдет, до плотного. Ага, до плотного. Все слипет. А потом уже сверху там уже и щебенка потом. А сверху нет. Они потом вот самое. А сверху там песок утюжит, ровняет техники, касками уходит. Ага. Ну, а потом уже там и щебенки посыпают, и плиты сложат. А щебенка сколько, полметра примерно? Да я... Примерно. Я слипаю. А, плиты. Слушай, а какая техника? Экскаваторы тоже там работают, да? Ну, всякое. Всякое, да? И грейдеры, и камазы. Грейдеры, и камазы. Слушай, а в каком году строили примерно до иглов? Да, это уже прошло сколько. Ну, где-то 60-е годы, 70-е? 70-е. Ага. 80-е годы. Ага. А вот эти дороги, которые здесь сейчас я ехал, вот эта вот бетонка, да... Ну, 30 лет уже как разветка закрылась. Ага. А разветка же... А вот до Ниждевартовска, до Сургута вот эти дороги, вот, хороший асфальт. А здесь все... Все одновременно строилось, да? Нет, там раньше... Раньше, да? После войны поди уже, да? Ну, наверное, давно там. Ну, прикольно. Ну, как здоровье вообще? Плохо, как говорится. Плохо тут, возраст. У нас-то уже плохо. Ноги не ходят, стена болит. Ну, да. И бабка тут тренировать нам не может. Ну, правильно. А она будет складывать? Да, ну, сам уже складывать. Ну, а бабушка двигается? Ну, она в школе еще работает. Работает в школе еще? Гардировная. А, в гардеробную. Ну, только хоть общение, правильно? Ну... А ей сколько? Ну, она на два года младше у меня. А, ну, молодец, ничего себе. Давно уже на пенсии работает. А что, некому работать в школе? Некому. Внук учится, нынче, поступил. А-а-а. Надо внуку помочь. А где учится, в каком? В Твомбассе, в университете поступил. О, на кого учится? А, что-то по приборам там он. Ну, типа инженер? Ну... Ну, ну, а как добирается отсюда на вертолете? Один раз в неделю почтовый вертолет ходит. Ага. Сколько стоит? Семь или восемь тысяч. И до Кыргаска, да? И там еще на чем? Ну, а там вот самое... Ходит там маршрутка, такси... Газель. Автобус, газель, но... Ага. Сколько часов? Сколько часов идет? От Кыргаска до Томска? А я, собственно... Короче, они вот улетают отсюда и вечером где-то часов в девять уже там. А вылетают во сколь? В одиннадцать где-то. И в девять вечера там уже? Да. Далеко добираться все равно? Ну, а зимой, когда зимний... Отсюда ходит маршрутка. Ну, ну, ну. С Аттон. Ага. Утром выезжаешь и... По зимнику, короче, да? Ну, там по декочке, е-мое, да? Вы ни разу не ездили зимой там? Я ни разу не ездил. Угу, понятно. Ну, что, давай привет передавай Орловским, да? Чай? Нет, это самое. Я хорошо покушал кашу в гостинице, накормили молодцы девчонки. А сейчас еще развозить полбудки. А что привез? Ну, в основном диваны, кухонные гарнитуры. Вот такое. Шкафы там, все дела. Давай, тебе всего хорошего, поедем. Привет, Кума. Ну, все. Обязанности свои выполнил, показал вас. Еще и рассказ про дорогу. Пускай делает дорогу, да? И приедет в гости как раз. У него вся власть есть. Там, ну вот, контора Сарандаева. Это памятник. Репрессированным. Топоскверк на них. Вот велосипедисты гоняют здесь. Земляк попросил Советская 1 показать номер дома. Это вот Советская 5. Тестелла въезд. Тут Советская 3. Три. А вот Советская 1. Вот Саша домик. Тут вы жили. Хорошие люди живут тут у меня. Они брали заказ. Назил я им. Даже белого медведя покупали. У них есть видео даже. Балкончик. Ну, здесь контора. Это Сарандаево, как я понял. Что мне здесь понравилось, сегодня я видел. У них очень много здесь дров, чурок. Вот сколько же. О, обалдеть. И все из красного леса. Природа. Очень красивая здесь. Ну, вот вышел прогуляться. Помните, то место волшебное. Лавочкой садишься так. О, хорошо. И вот так. Там моя ребятня. Есть такие виды. Осенние. И кавасюган. Мощь. Тепло я вон в тапках даже. Судоходная. Корабли ходят. Широкая. Мощнее Тарана. Вроде себе наполняюсь. Лучше, потому что здесь прям все болото конкретное. Куча речек в нее впадает. Конечно, охота искупаться. Помните, я купался вот здесь. Прям вообще. Залито было. В июне. Молодежь. Играю, как мы раньше помните. Зеленая крыша. Все рядом. Мотопаржи. Достопримечательность у них здесь. Как раз сейчас с фото. С фото. Девчонки в кадр попали. Кребятник там был. Не подойдет. Там какие-то берега. Там может быть мужик для водки. Кребятник там по суши. Буквально. Короче, мужик сегодня рыбачил. Ходил, ничего не поймал. Злой. Ну что, ветер сменился? Северно что, якобы? Кребятник. Красотенье. Нереально. Под бажей шарится. Ну вот у меня такая баня. Как картина Репина, смотрите. Красота. Так, взялся. Вот я в магазинчик сходил. Такой рыбки классный. Полотенчик свеженький. Тут комната отдыха. Ну как, надо же рекламировать баню. Старого образа жизни. Поэтому показывал. Так, ну вот. Шампунь такой Невея взял. Мне нравится Невея продукция. Вот тут еще такая картина. Нарекова Сюган. Банька натоплена хорошо. Веника запарил душевой. Так. Ну пока не буду закрывать. Потому что это света маловато. Так, веник мне подарил. Прям директор. Этой гостиницы. Вот. Съездили к нему домой. Спасибо вам большое. Поддаем. Здесь у меня запарено получается. Тоже это. От веника. Это, короче, я нарвал. Сейчас поддам. Расскажу дальше вам. Это нарвал полы. Такой запах классный стоит. Даже когда в баню зашел сейчас. Как пока собирался в гостиницу. Вот полынь. Такой запах по всей бане от полыни. Вообще класс таким. Чаем и лун пахнет. Так, еще поддадим. Сейчас и сразу запарим. Сколько здесь камней. Просто огромное. Парился. Так, один способ. Вот тоже еще. Это здесь я кипятком сейчас залил. Не кипятком, а горячей водой. Потому что душевой кабинет откладывается. Теперь вот так. Пробуем. Так, мы сейчас я еще поддам и залезу наверх. Еще разочек. Два. Три. Закрываем. Фу. Уже пошла жара. О, нифига себе. О, невыносимо, ребята. О, хорошо. После четырехдневного происшествия попариться. О, можно даже не выносимо горячего. О, молодец. Ангелина натопила. Мистрата. О, здесь такой вид. Гляньте, окошечки. Матка. О, мощнее. Даже и кровать попила. Ноги пока попарим. О, хорошо. Пяточки попарим. О, хорошо. Ноги надо парить. Так что парьтесь, ребята. Меньше будете болеть. О, хорошо. О, хорошо. О, и венечек. Не кыштовский, а восьюганский, походу. Вот так связан прикольно. Как бы, ну, по-простому. По-деревенски. О, хорошо. Ну все. Показал вам. Короче, я буду париться. Ого-го. Вот, давайте попарим. Вас попарил ваше лицо. Так что будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.